всех приветствую мои родные любимые христолюбчики и братцы и сестры во христе и все люди на земле всех приветствую всем желаю всего самого доброго и светлого все сферы вашей жизни чтобы все у вас было хорошо складненько и ладненько меня зовут христолюб кузнецов дмитрий евгеньевич я веган и это первый ролик из серии видео о йоге назвал я эту серию йога во христе назвал я так не случайно может быть кому-то покажется название необычным только потому что о йоге буду говорить я я христианин веган до исповедую и живу в согласии с жизнью учения с христа которая мне открыта поэтому это будет серия роликов и поэтому она так и названа поводом для нее явилась конечно же мне не раз писали просили спрашивали о йоге ну и последний раз буквально на днях мне очередной комментарии в одноклассниках елена новикова написала дима привет как ты относишься к практике йоги могут ли христиане заниматься восточным искусством то есть вы видите в принципе комментарии елены и вопрос в частности был как раз такого характера что могут ли христиане заниматься восточным искусством естественно обращен ко мне как христианину именно поэтому я так и назвал серию этих выпусков я не знаю сколько серийно она получится думаю что где-то в районе наверно в районе 5 роликов а может и больше может и меньше ну меньше вряд ли буду делить их потому что кто знает я пишу очень большие длинные ролики они не всем заходит вот но я всегда стараюсь раскрыть тему полноценно как можно больше поэтому я решил записывать серию чтобы коснуться достаточно вот ведь мне длинные предисловия до начнем даже с этого и послесловия и разные вещи я стараюсь коснуться чтоб все объемлюще как-то обхватить тему осветить ее все аспекты какие-то тонкости и нюансы показать тоже него в частности поэтому сегодняшний ролик тоже уже как минимум отделяем потому что он будет вводным мы с вами почитаем с моей любимой может сказать энциклопедия википедия который себя позиционирует как свободная энциклопедия сначала надо определиться что же такое йога вообще и опять же мы с вами есть наперед вот этого много говорить не буду скажу в конце вот мы с вами чтобы вообще поговорить о йоге должны понять что это и убедимся опять что даже определение йоги это лишь частное определение да и и точно так же много как и прочих других религий конфессии мировоззрение и так далее чтобы это понять и призне принять признать и принять этот именно надо кое-что сегодня почитать и в дальше мы уже поговорим потому что йога тоже неоднозначное так скажем явление и тяжело дать однозначное определение и поэтому мы с вами постараемся более так конструктивным поговорить об этом я хотел вы знаете у меня был домик в деревне я недавно продал еще новый я думал вот о йоге я все оттягивал на сегодняшний день вы видите 26 апреля у вас на экране я стал дату в последнее время ставить вот здесь вот в углу скоро уже заканчивается весна она никак не может взять свою силу но безусловно возьмет предстоит лето возможно я все-таки куда-нибудь опять снова перееду в какой-нибудь дому шочек и думал там на природе поговорим о йоге да тоже очень близкие такие вещи природа все в принципе там в частности я хотел поговорить лишь о медитации но думаю что сейчас когда я буду записывать серию этих роликов вряд ли я уже куда-то поселюсь я рассчитываю не растягивать тихо за несколько дней все-таки записать так ну те мысли я писать я буду на живую не особо что-то готовить просто свои мысли без какого-то особого плана медитация конечно же как отдельный ролик войдет в нее но скорее всего лицезреть у меня будете вот на все том же последнем моем фоне в моей комнату шички в городе воронеже где живу у родного папы до природы доберемся там может быть еще поговорим но не суть важно да мы же не на внешней раздражители будем реагировать будем на то что я буду говорить воспринимать слушать и делиться тоже кто захочет пожалуйста своими мыслями мировоззрениями опытом ходить в комментариях хотите лично всегда открыт для общения личного реального виртуального какого угодно ну и давайте уже приступим с вами к википедии я буду читать что-то будет комментировать еще раз повторюсь и википедии считается свободной энциклопедии зачастую ну и в принципе в основной своей массе мы не мы можем только по контексту лишь понять кто пишет статьи какой конфессии религии мировоззрения человек принадлежит так как энциклопедия себя позиционирует свободны то и кто знает она как бы без авторная да то есть автор вот этих вот статей информации которую в ней мы находим она безликая так скажем именно поэтому она мне нравится да понятно это писал какой-то человека группа авторов они естественно какое-то мировоззрение в любом случае исповеду причем на конкретном этапе своей жизни мы ничего вообще в этих людях не знаем двадцать им лет или 60 седовласы или беловласы они или черно-красы фашисты неонацисты христиане нехристиане мы ничего не знаем мы просто читаем текст вот за это я как пример потому что сам я кто знает я уже много раз об этом говорил и говорю я не очень люблю писать мне это очень тяжело дается именно поэтому я не люблю поэтому самому мне вот какие-то набрасывать статьи где бы я уже конкретно все-таки свои мысли выражался и по ним бы так скажем проходился как подсказка у меня нет таланта и желания соответственно поэтому это реализовывать я поэтому и пользуюсь таким образом да я может быть с радостью выписал свои статьи и как подсказку как реально полноценной статьи их можно было где-то выгружать тоже но у меня нет к этому таланта я очень когда это вынужден делать даже писать описание для ролика для меня это целая целая битва да такая духовная так что приступаем к чтению статьи на википедии под названием йога йога понятие в индийской культуре в широком смысле означающая совокупность различных духовных различных духовных психических и физических практик ну кто знает но я не так будут комментировать это конечно долго у нас получится только чтение стадии по википедии в том же самом христианстве я сказал что почему во христе от йога называется да я как христианин буду естественно свои мысли выражать христианстве тоже есть учения и неважно кто-то их сталкивает лбами кто нет двух атоме и трих атоме и каких там только там и нету да дух душа и тело видимое невидимое дух и тело или душа и тело но суть одно ну здесь вот в частности подразумевается что йога это вот она от 3 со в трех аспектах будет рассматриваться это физическая физическая опять же делается делится на психи то есть это что-то вот такое телесное как чувство да по сути это сердце ум и тело есть такие понятия кто знает кто меня особенно давно слушает тот будет конечно в теме и по сути сердце делаю что-то среднее между умом и телом да вот ну вот тут все эти определения вы знаете настолько шатки что из-за них конечно же ссориться ругаться бытие она просто есть да вот поэтому на это надо сразу немножко под закрыли глаза ну здесь так пишется и хорошо духовных психических и физических то есть духовных типа ум психи душа или сердце и физио то есть тело до разрабатываемых в разных направлениях индуизма и буддизма то есть мы видим что сама йога в широком смысле означает совокупность различных духовных физических психологических практик то есть ну по крайней мере согласно этой статьи да вот опять мы с вами мы сегодня просуждаем вот на основании чей-то статьи как игру хорошо что она безликая я знать не знаю кто писал йог не йог и вот автор подает это статьи подает нам что йога это что-то внутреннее уже того же самого индуизма буддизма и в принципе тогда можно отнести к любому мировоззрению или религии это вот я хочу вас обратить внимание что именно какая-то определенные определенные знаете это определенный путь это определенный путь в индуизме там у индуизма буддизма тоже есть какая-то цель но в теории да и вот йога это как бы сам путь вот определенный путь внутри этого индуизма буддизм или еще чего-то вот как то так я своими словами хочу вам сказать и нацеленных на управление психическими физиологическими функциями организма с целью достижения индивидуума восхищенного духовного и психического состояния вот тут опять вот заметьте даже в словах автора наблюдается небольшая тавтология то есть он пишет что у дух это нечто что то над всем а психическое вот это и физиологическое именно определенное совершенствование этих областей но духовная возводит в нечто великое ну опять же он так пишет что не только духовные но и душевная учеб war по тому что что само изменения этого физического и духовного возводит не только духовно вернее я вначале сказал но он-то пишет что вы поняли у неё Пересечение получается, мы с вами поделили, первое духовное, душевное, так назовем, психи, душа, сердце и тело. И он говорит, что именно вот этого двух вот этих совершенства приводит в совершенство духа. Но должен был написать, что чего-то одного, а получается, что само совершенство этих двух физио и психи приводит в совершенство, опять же, психи уже и духа. То есть у него вот это вот пересекается. То есть он сам не может отделить точную чувствительную область, да, а вот это чувственно, на видимое и невидимое он делит. И в принципе делает, с одной стороны, правильно, я просто хочу показать, чтобы вы это увидели. В более узком смысле, то есть это более широкий, а более узкий смысл, йога одна из шести ортодоксальных школ даршан философии индуизма. Ну, то есть он говорит, это как бы глобально, да, опять с одной стороны. А если говорит по-плоцки, то есть именно конкретно школа, есть учителя, есть ученики, да. То есть по сути йогу можно взять вот как направление, именно пути достижения вот тех целей там в индуизме, в буддизме. А с другой стороны, он говорит, что это вообще отдельное направление от этого всего. То есть есть буддизм, индуизм, кришнаизм, да, даосизм, а есть отдельно йога, йогизм, как хотите, да. Вот, то есть он хоть и сказал это узко и широко, но по сути это или так, или так. То есть есть два как бы вообще определения. И они все-таки, знаете, быть частью чего-то и быть отдельной частью, это все-таки разные вещи. Ну, вот так вот автор пишет. Как я понимаю, как пишет автор, если хотите. Основные направления йоги, раджа-йоги, карма-йога, джана-йога, бхакти-йога, хатха-йога. Основные направления, вот тут были перечислены пять штук. В контексте философии индуизма под йогой понимается система раджа-йоги, изложенная в йога-сутрах, патанджали и тесным образом связанная с основополагающими принципами сангхи. Я вам не буду, все, конечно же, определения, тут тоже есть ссылки, кто хочет разобраться. Я вам, если мы еще на каждое слово будем обращать внимание, уже сами будьте любезны. Как вы видите, просто в Википеде набрать йога и более глубоко вникнуть, я буду сегодня преследовать определенные цели. Тут, кстати, не маленькая статья именно, поэтому, вы заметили, я так начинаю торопиться, потому что, Эру, у меня и так километровые ролики, вот, и многим им тяжело, их тяжело слушать. Йога обсуждается, поэтому незнакомые слова, уж захотите, сами разбирайтесь. Я сам, конечно, понимаю, что я читаю, но я не могу уже на все обращать внимание, иначе мы просто утонем в этих глубинах. Йога обсуждается в различных писаниях индуизма, таких как Веды, Упаншады, Пхагавадгита, Хатха-йога, Прадипика, Шива-самхита и Тантры. Конечная цель йоги может быть совершенно разной, то есть мы видим, что цель, конечно, у йоги, как такового, опять же, вот, учения, мировоззрения, направления, тоже непонятно, да. Да, разная, это все равно, что непонятно, потому что есть и та, и та, а цель, как бы, якобы, должна быть одна, да. Ну, как мы верх, да, предполагаем, да, маленьких целей может быть много, но цель какая-то есть, а вот автор говорит, что, конечно, цель йоги может быть совершенно разной. Ну, как, конечная цель, он сам говорит, что конец, единственное число употребляет, то есть конечная цель. Понятно, есть микроцели, на пути ты идешь, разные, там, отдыхи делаешь на пути, дороги, да, но есть конечная пункт назначения, а он говорит, что они разные. Поэтому, то есть мы с вами видим, конечно же, давай определение, знаете, говорить, я вот там йог, а я не йог, ой, да я не йог, потому что я вот это вот слышал, это практиковал, меня в это втягивали, я не захотел. Он говорит, да ты не той, йога-то, это вот что на самом деле, ты не туда, это тебе неправильно объяснили. Сегодня цель, конечно, моего видео будет первой, опять, показать, что зачастую все вот эти споры об определениях чего-то, или наоборот, вообще сами споры возникают в разговорах о чем-то, возникает именно об недоговоренности об определениях. Потому что каждый, ну, казалось бы, у нас есть классика, набор жанров каких-то слов в жизни, там, ну, помидор, огурец, никто не будет спорить, что это. Ну, помидор, помидор, да, каждый увидел, каждый укушал, и вроде бы, когда один говорит слово помидор, другой понимает, о чем идет речь. Когда мы говорим вот обо таких очень достаточно редких и сложных вещах, я так их назову, потому что далеко не все йоги, далеко не все до определенного возраста жизни сравниваются, сталкиваются с такими понятиями, потому что с такими понятиями, как рука, нога, мы начинаем сталкиваться с детства, и все познаем, что это такое. Помидор, огурец, солнце, свет, тьма. А это уже более уникальные, я их поэтому так и назвал, индивидуальные узкие понятия. И, конечно же, когда мы, причем, приходим в возраст достаточно зрелый, уже с набором таких больших в голове знаний, мировоззрений, определений, мы очень часто, когда начинаем разговаривать, думаем, что, и с человеком, допустим, не находим общий язык, думаем, что у нас большие разногласия, на самом деле зачастую мы просто, каждый думает о своем, и в слова вкладывает просто разные понятия, и мы не понимаем друг друга только потому, что мы неправильно употребляем слова, свои речи, вкладывая в них разный смысл. Я думаю, что при чтении сегодняшней статьи, сейчас в Википедии, вы в этом тоже убедитесь, потому что сам автор пишет достаточно, порой даже противоположные или взаимоисключающие вещи. Конечная цель йоги может быть совершенно разной, от улучшения физического здоровья и до достижения мокши. Ну, ладно, некоторые слова я буду говорить, мокши, но по сути, хотите, в христианстве это святость, пусть так. Блаженство, святость, блаженство, совершенство в христианстве тоже, в принципе, царство небесное, это синонимичные понятия. За пределами Индии термин йога зачастую ассоируется лишь с хатха-йогой и ее асанами, то есть физическими упражнениями, но не отражает духовного и душевного аспектов йоги. Ну, я не буду спорить, я не знаю статистики, так ли это за пределами Индии или нет. Того, кто изучает и практикует йогу, именует йогом или йогином. В 2016 году ЮНЕСКО, отметив существенное влияние на многочисленные аспекты жизни индийского общества в сфере здравоохранения, медицины, образования и искусства, включило йогу в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Мы почитаем побольше, потому что я вам скажу заранее, это достаточно небезынтересно, то, что мы сегодня будем читать. Я думаю, что у многих сложится какое-то определенное впечатление. Этимология. Слово йога произошло от санскритского корня йодж или йудж, имеющего много смысловых значений. Соединение, единение, связь, гармония, союз, упряжка, упражнение, обуздание и тому подобное. Впервые встречается в Ригведе, древнейшем и сохранившемся памятниках индийской литературы, но не в значении практики йоги, а как обозначение упряжки. Обычные упряжки, понимаете. В значении йоги, как практике, слово йога описано в тексте Катха Упанишады, в строке 11-3 главы. Аналогичное слово йога значение имеет латинское слово, какое, как вы думаете, религаре. Религаре, латинское слово, по одной из версий, произошло от слова религия. Здесь мне нравится, как автор написал, потому что у многих такое почему-то очень ортодоксальное классическое мышление, о том, что слово религаре, вот это латинское в древних текстах, означает лишь только и переводит его как религия. Опять же, религия, этимология опять толгует, что это ре, а возвратная частица, лигиосвязь там, это то есть вернуться к Богу. Но это все уже вкладываем мы в смыслы. Есть очень разные толкования, этимологии, приписываемые латинскому слову, встречающемуся в древних всяких там тоже свитках, религаре. Достаточно разные, да. Это как слово культура, да. Одно из классик жанра, считаю, что слово как раз культ произошло, да. Вот, но в общем признанном сейчас общественном мнении культуры, это от слова вот такая вот совокупность мнений, культуры. Ну, есть, конечно, я говорю, это определение, пытаюсь своими словами сформировать. Это совокупность каких-то обычаев, традиций, уклада жизни, да. А когда вот дают это определение слово культ, кто знает, это от слова немножко плохо несут, что вот это от культа, там чуть ли... Потому что если ты поклоняешься дьяволу, у тебя культ дьявола, вот такая у тебя культура, да. Вот, но это все, это разные определения. О них тоже можно спорить, никто толком не знает, кто, когда первый раз, какой человек, да, великий или мало, употребил это слово, в каком тексте, да. Так что ничего мы этого, конечно же, не знаем. От создания мира, так скажем, все это не хранилось, да. История. История йоги уходит своими корнями в древние времена. На нескольких печатях, найденных в долине реки Инд и относящихся к периоду индской цивилизации, а это 3300-1700 гг. до н.э., изображение фигуры в медитативных или йогических позах. Эти археологические находки указывают на возможность того, что население хараппской цивилизации практиковало одну из древних форм йоги или родственных ей ритуал. Считается, что йога развивалась из аскетических практик тапаса ведийской религии, которые упоминаются в ранних комментариях к ведам, брахманах, датируемых периодом с X по XIV век до н.э. В брахманах, в частности в Шатаптаха, Шатапатха, брахмане, приветствуют идеи единения ума, тела и души с абсолютом. То есть тут мы видим, уже все учитывается, да, ну и с каким-то абсолютом. Кто этот абсолют, неизвестно. Но опять я имею в виду, что они под этим подразумевают. В упанишадах наиболее раннее упоминающее йоги, раннее упоминание йоги и медитации можно обнаружить в Брихадараньяка Упанишаде, одной из древнейших упанишад, датируемых учеными X-XIX веков до н.э. и Кхатха Упанишаде. Основным источником, в котором отражено развитие концепции йоги, являются так называемые средние упанишады. То есть основным источником, в котором отражено развитие концепции. То есть мы видим, что сама концепция йоги развивалась, да, ну по крайней мере по мнению вот автора. Упанишады Махабхарата и Пхагавадгита, а также йога-сутры Патанджали, II век до н.э. В йога-сутрах йога впервые была изложена как одна из школ, даршан и индуистской философии. Эта ранняя школа йоги ретроспективно получила известность под ретро-нимом Раджа-йога с целью отличить ее от других более поздних школ. Индская цивилизация Обитатели хараппской цивилизации занимались ритуальными практиками йоги и медитации. При этом были найдены изображения в йогических позах не только людей, но и божеств. Наиболее известным из хараппских йогических изображений является печать Пашупати, обнаруженная британским археологом Джоном Маршалом, который полагал, что на ней изображена одна из древних форм Шивы. Некоторые ученые, однако, подвергают сомнению идее того, что изображенная на печати Пашупати «Господь животных» представляет фигуру Шивы или Рудры. Йога-сутры Патанджали В инистской философии йогой называют одну из шести артодоксальных философских школ индуизма. Философская система йоги тесно связана со школой Сангхи. Согласно учению Патанджали, школа йоги принимает психологические и метафизические аспекты философии Сангхи, и по сравнению с Сангхи является более теистической. Вот эти слова, конечно, так тяжело людям воспринимать теистической, метафизической. Метафизической – это за пределами видимого мира. Теистической, то есть божественной, да, Теус-бог. Примером теистической божественности йоги, я вам буду по-русски читать, может служить факт добавления божественного существа к 25 элементам бытия Сангхи. Йога и Сангхи очень близки друг к другу. По этому поводу Макс Мюллер говорил, что данные философии в просторечии называют Сангхи с Богом и Сангхи без Бога. Тесную связь между Сангхи и йогой также объясняет Генрих Циммер. Обе философии считаются в Индии белизнецами, разными аспектами одной дисциплины. Сангхи обеспечивает основное теоретическое объяснение человеческой природы, причисляя и давая определение ее элементам, анализируя способы и взаимодействия в обусловленном состоянии Бандха и описывая их состояние в освобожденном состоянии Мокши, в то время как йога посвящена специфическим определению движущей силы процесса освобождения, описанию практических методов для достижения этого освобождения. Здесь я что хочу сказать кратко? То есть мы видим, что уже сама вот это, когда уже йогу выделяют в отдельную школу, одну из шести, допустим, индуизма, то мы видим, что там уже опять идет два достаточно серьезных деления. То есть это те, то течение, которое все-таки привносит в йогу хотя бы что-то божественное, да? И кто знает, вот именно йога вообще отрицает вообще в принципе Бога, личность божественную, даже природу зачастую. То есть там вообще идет речь, а как говорят зачастую те же самые ученые, атеисты о божественном, о космическом бульоне, да, всего во всем. Это вот тоже очень важно. Я хотел передать смысл всего, что вы прочитали, такой замудренный. То есть есть два направления. Основным текстом школы йоги являются йога-сутры, патаджали, который считается основателем философии йоги. Йога патаджали известна как раджа-йога или йога управления умом. Патаджали дает определение слов йога во второй сутре, который является ключевой сутрой всего текста. Йога – это обуздание волнений, присущих уму. Вот вам, пожалуйста, определение йоги. То есть я хочу обратить внимание, что я, в принципе, буду, наверное, напоминать комментарий Елены, которая меня спросила, можно… Дима, привет, как ты относишься к практике йоги? Можно ли христианам заниматься восточным искусством? То есть мы видим, если по самому определению некой школы йоги, то есть йога – это что такое? Обуздание волнений, присущих уму. Я хочу, чтобы вы просто это запомнили. Сейчас я об этом не буду говорить. Именно потом мы об этом поговорим. Я буду, естественно, наперед анонсировать те видео, которые будут выходить. Естественно, как мы с вами точно так же на три полочки, как минимум три видео запишем, да, это разделив. Практику вот именно или вообще движение всего этого относится, отношение всего это привести к телу, к душе или к чувствам, к сердцу, и уму или духу, как хотите, да, чему-то божественному. Поэтому там мы этого коснемся, но, как мы видим, по самому определению. То есть есть очень хорошо, что, в принципе, в этой, в сутре, в йога-сутре-патанджале, есть определение йоги. Это обуздание волнений, присущих уму, да. Вот, конечно же, надо понимать, что на самом деле, вот именно, как мы то, что читали, йога намного выше, да. И вот это вот определение, которое, казалось бы, кто-то там опять один в каком конкретном месте дал, то потом-то мне все это раскрывают, и определение йоги достаточно более массивное. Именно поэтому мы все это вот с вами сегодня и читаем. Это определение базируется на значении трех санскритских терминов. Икэ Таимни дает следующий перевод. Йога – это обуздание изменчивости ума, да. То есть, ну, волнений или изменчивости ума. Мы в будущем разберемся, что это такое. Вивикананда переводит сутру, как йога заключается в недозволении уму понимать различные формы. Я надеюсь, это у вас немножко в голове укладывается. И когда мы с вами еще это пару раз проговорим, потом еще обязательно эту тему пожуем, и я думаю, что у вас сложится впечатление о йоге. Хотя бы у вас должны войти такие понятия, как ум, волнение и вот это мокша, да. То есть, такой блаженный мир, невозмутимый, да. Вот это должно у вас как бы с йогой ассоциироваться однозначно. Пусть, как вы эти слова не складываете в определении, в предложении, тут должно понять. То есть, ум, эмоции. Ум, сердце. Ум, душа. Переживания. Мысли самого ума. И мокша. Спокойствие. Невозмутимость. Вот такие у вас должны сегодня какие-то, так скажем, урок вы уясните себе, так скажем, в сердце сложить вот эти вот понятия. Йога-сутры по танжале также выступили основой для системы аштанга-йоги, восьмиступенчатой йоги. Я, кстати, вот я же писал где-то, я уж сам не помню, в каком ролике, или я об этом так скратко говорил тогда, о восьмеричном пути, кто знает. Ну, опять же, здесь восьмиступенчатая йога, а есть буддизм с восьми шагами, там, как угодно их называют, да. Вот опять, это одно и то же или нет, да. Мы с вами в начале статьи читали, что, в принципе, йога-то можно назвать как путь, а тогда он применим ко всем. Это тогда можно и какой-нибудь путь в христианстве назвать йогой, да. Потому что это сам какой-то определенный путь, какие-то определенные действия духа, души и тела. Определение которой дается в 29-й сутре второй книги. Аштанга-йога является основной отличительной чертой практики всех современных вариаций раджа-йоги. Восемь ступеней или уровень аштанг-йоги. Давайте мы их прочитаем. Первое. Яма. Принципы взаимодействия с внешней средой. Второе. Нияма. Принципы взаимодействия с внутренней средой. Третье. Асана. Объединение ума и тела посредством физической деятельности. Четвертое. Пранаяма. Контроль над праной, жизненной энергией, посредством особых дыхательных практик. Пятое. Пратья-хара. Отвлечение чувств от контакта с их объектами. Шестое. Дхарана. Целенаправленная сосредоточенность ума. Шестое. Дьяхана. Медитация, внутренняя деятельность, которая постепенно приводит к самадхи. Восьмое. Самадхи. Умиротворенное сверхосознательное состояние блаженного осознания своей истинной природы. Иногда их делят на четыре низшие, четыре высшие ступени, из которых низший сопоставляет с хатха-йогой, в то время как высшие ступени принадлежат специфической краджи-йоге. Одновременно практика трех высших ступеней называется самьяма. Я хочу вас попросить в комментарии, если вы хотите, вот как вы видите, уже набегает. Можно, конечно же, по йоге записать, я говорю, достаточно обширную. Пусть я вот экспромтом опять за это взялся, по велению духа. Надеюсь, закончить начатое. Конечно же, расширить этот цикл можно и, может быть, даже нужно. Все зависит от вашего желания. Если у кого-то есть желание, чтобы я по йоге записал достаточно подробно этот курс, ставьте лайк, пишите комментарии, чтобы я понял, что вы желаете, вам это интересно. Потому что, конечно же, вот даже достаточно будет взять тогда не просто дух, душа и тело. Тогда бы три ролика получилось. Как минимум можно пройтись, вот, поэтому как раз восьмеричному пути, я даже, вот я говорю, здесь до конца не понимаю, автор, он ссылается на восьмеричный путь буддизма, да, как одного тоже, хотя в буддизме тоже разные течения, вот именно есть тоже такой восьмиступенчатый путь, восьмеричный путь, как его называют. Вот, но мы можем действительно вот это взять из йоги. Получается, вот эти три, они просто еще более разжеваны, так скажем, они разделены, мы их с вами пожуем, так скажем, я, да, и они все-таки их уже не три, а восемь. Да, вот это, если есть желание, пожалуйста, давайте мы по ним пройдемся, пишите ваши комментарии, дайте мне обратную связь, интересно вам, это вообще неинтересно, потому что если реакции не будет, я запишу вон минимальное количество роликов, три просто скажу, да, если более подробно интересно, потому что, конечно же, это не безинтересно и не безполезно, это я, конечно, уверен в этом вопрос, знаете, всегда в жизни есть весы, да, стоит ли это того. Если я увижу, что хотя бы там, не знаю, 10-20 человек действительно интересно, это я обязательно тогда продолжу, ну, и более, может быть, с широкой. Понятно, свои пределы есть, у меня нет желания годами писать на эту тему, тем более это будет такой первый вводный курс, потому что мне не раз о йоге спрашивали, я хочу тоже, может быть, через эти видео я кому-то уже дам ответы на те вопросы, которые мне тоже периодически задавали, чтобы по кругу просто не ходить, я вот их сегодня озвучу. По сути, это вот этот восьмеричный путь, восьмиступенчатый путь йоги, восьмиступенчатая йога, по ней не безинтересно, я говорю, пройтись, чтобы ничего не выдумывать нового и уже по ней посмотреть, да. Бхагавад-гита Бхагавад-гита описывает йогу как контроль ума, искусство деятельности, осознавание высшей природы души, атмы и трансцендентности, то есть запредельности верховного божества, Бхакаванна. Кришна учит, корнем всех страданий является возбужденный эгоистическими желаниями ум. Единственным способом остановить пламя желания является контроль ума посредством самодисциплины с одновременным вовлечением с возвышенную духовную деятельность. Воздержание от деятельности, однако, считается таким же нежелательным, как и чрезмерное вовлечение в нее. Согласно Бхагавад-гите, высшей целью является освобождение ума и разума от материальной деятельности и их сосредоточение на духовном уровне через посвящение всех действий Богу. Тут есть с чем и согласиться, и, конечно же, много с чем я не согласен. Вдобавок к 6 главе, целиком посвященной традиционным практикам йоги, включая медитацию, Бхагавад-гита описывает три наиболее важные виды йоги. И хотя эти пути отлично друг от друга, их основная цель практически одна и та же – осознать, что Бог в своей личностной форме, Бхагаван, является изначальной истиной, на которой зиждется все бытие, что материальное тело временно и что сверхдуша, параматма, вездесущая. Конечной целью йоги является мокша – освобождение из круговорота рождения и смерти, самсары через осознание Бога и своих отношений с Ним. То есть, мы с вами видим, что мокша, я еще раз скажу, это я своим словам, может, тут не согласиться. Определение само, конечно, мокши есть, индуистское, так скажем, йогическое, да, но я, естественно, сказал, вот как христианин, то есть, по сути, ну, мокша – это же конечная цель. Конечная цель какая у христианина? Святость, совершенство, да, обожествление, обожжение есть такое слово. Здесь, по сути, тоже, но у них другое слово, но все-таки смысл есть некий другой. Я просто сказал, что это, по сути, мокша – это конечная цель, да, вот, и у христианин она такая. И в ихнем понимании, вот эта святость – это освобождение от всего, то есть, да, свобода, полное освобождение, никакого рабства, ничему вообще, то есть, высшего Я, вот этого высшего Духа. Этой цели можно достичь, практикуя любую из трех видов йоги, хотя в шестой главе Кришна говорит о превосходстве Бхакте над другими путями достижения высшей цели, то есть, йоги преданности, йоги преданного служения. Известный комментатор Бхакавадгиты Мадхусудана Сарасвати в конце 14-15 века разделил ее по содержанию на три основные части. То есть, мы видим с вами, как все это начинается. Сначала одно слово. Слово вытекает в пути, пути на разделы, разделы на деление и так далее, да. Все как везде, да. Первые шесть глав на три основные части. Первые шесть глав в основном посвящены кармой йоги. Средние шесть глав – Бхакте йоги и последние шесть – Джана йоги. Другие комментаторы предложили свой вариант деления, приписав определенную йогу, каждый из глав и выделив 18 видов йоги. 18 видов уже, как минимум, как мы видим, попытались поделить. Подобное деление впоследствии было принято многими комментаторами Бхакавадгиты. То есть, мы видим с вами опять, в той же йоге не сильно она отличается от того же самого, от любой религии, да. То есть, не зря была связь с религией. И мы с вами это почитали, да, в статье, что действительно йога, как она все равно стала системой. Неизвестны ее точные, вот как мы видим, истоки, да. Кто знает, когда там что. Ну, в концовке это тоже система. А система всегда пытается сама себе систематизировать. Ее пытаются, да. Она вся по полочкам, она вся в разделениях. Мы это видим везде, как мы видим, что ничем оно, как система, йога, как система, ничем не отличается от других, более известных систем. Религии, мировоззрение, как угодно. Потому что мировоззрение так же начинает делиться, религии так же начинает делиться. Хатха-йога. Хатха-йога – направление йоги, сформированное в X-XI веке Мать-Сьендрат-Надхом. И в большей степени его учеником Гаракшан-Надхом. Основанное, вы уж простите за то, что я так читаю, по-другому никак. Основное имя, традиция надхов сыграла значительную роль в развитии классической хатха-йоги в средневековой Индии. Основы системы хатха-йоги описаны в таких текстах, как хатха-йога Прадипика, Гаракша-Шатака, Хиранда-Самхита и Шива-Самхита. Хатха-йога изначально отличается от раджа-йоги Патанджали. Она сосредоточена на Шаткарме – очищении тела, приводящего к очищению ума. То есть мы видим прежде тело, потом ум. И праны, или жизненной энергии Тха. Хатха-йога дает дальнейшее развитие сидящими йогическими позами – Асанам. Раджа-йоги Панджали, добавляя к ним гимнастические йогические элементы. В настоящее время хатха-йога в ее многочисленных вариациях, опять же, уже хатха-йога в многочисленных вариациях, представляет собой стиль йоги, наиболее часто ассоциируемый с понятием йога. Ну, действительно, в России, насколько я тоже знаю, да, вот именно хатха-йога более распространенная. На Западе. В Европе впервые философию йоги начал изучать Шопенгавер, одним из основных источников философских взглядов которого были у Панишады. После выступления Вивекананды на Чикагском конгрессе религий в Нью-Йорке и прочтения цикла лекций по йоге в конце XIX века, интерес к ней на Западе не ослабевал. Следующий всплеск интереса пришелся на первую половину середины XX века. Отражением популярности йоги на Западе можно считать тот факт, что самая большая современная скульптура из золота работы Марка Куини 50 кг и 1,5 млн фунтов стерлингов в Британский музей изображает Кейт Мосс, сходящую в позу «Голова в коленях» Двипада Ширсана. В России. Йога в России интересовалась еще до революции 1917 года. В советское время йогой заниматься было опасно, поскольку идеологически она была запрещена. Но энтузиасты были и занимались они в основном по уцелевшим книгам и самиздату. Самиздату. Первый председатель ассоциации йоги СССР. Тема его докторской диссертации по философии «Прогрессивная философская социалистская мысль в Индии в новое время». Затем он в качестве ученого секретаря в 1965 году принимает участие в подготовке к изданию истории философии, где и написаны отдельные главы по истории. Так, ладно, давайте мы с вами немножко пропустим. Да, мне кажется, вам стало скучно так же, как и мне. Все понятно, в России тут уделили время. Давайте йога и буддизм. А то у многих, кстати, мыслят, что йога и буддизм – это одно и то же. Да, ну, может и так, а может и нет. Йога тесно связана с верованием и практиками индийских религий. В частности, влияние йоги присутствует в буддизме, для которого характерны аскетические практики, духовные упражнения, состояние транса. В буддизме йога-чара, в переводе с санскрита «практика йоги» в философской школе буддизма Маханьяны, появившейся в Индии в V веке, йога является основой практики, ведущей на путь бодхисаттвы. В этой школе йога практикуется ради достижения просветления. То есть, мы видим, здесь йога используется как некий путь, да. То есть, буддизм – это сам по себе буддизм. У него есть цель тоже, да, хоть и не мокша, но бог хисаттва, а это практически опять одно и то же, как христианская святость, спасение, совершенство, небесное царство. Хотя спасение и совершенство – это разные вещи тоже, да, в христианстве. Ну, я так, это немножко оговорка была. Близость к йоге является отличительной чертой дзен-буддизма, который представляет собой одну из форм буддизма Маханьясы. На западе дзен существует параллельно йоги, и между двумя школами, очевидно, существует большое сходство. Этот феномен заслуживает особого внимания по причине того, что школы медитации дзен-буддизма уходят своими корнями в йогические практики. Некоторые основные элементы йоги играют большую роль как для буддизма в целом, так и для дзена в частности. Тем не менее, профессор философии Судзуки отстаивал позицию противоположности йоги и дзен по той причине, что видел склонность западных исследователей сваливать все азиатские способы медитации в один котел. Профессор философии истории религии Дюмулен также указывал, что хотя существуют внешние параллели между двумя традициями и их внутреннее расходство, но существует и отличия в целях и способах практики. Йога также занимает важное место в тибетском буддизме, в традиции, то есть мы видим самого буддизма, как я вам уже говорил, тоже множество направлений и еще в каждом по-своему практикует йогу как некий путь к достижению своих целей буддистских. В традиции ингма, практикующий йогу, постепенно прогрессирует до все более и более высоких уровней, начиная с маха йоги, продолжая с ану йогой и в конце концов достигая наивысшей стадии ати йоги. В других традициях, эквивалентной этой стадии, выступает антура йога. К другим тантритским йогидским практикам принадлежит система 108 поз, практикуемых с контролем дыхания и ритма сердца. Темп йогидских упражнений называют трул хором или единственной энергией луны и солнца праджня. Йогидские позы древнетибетских йогов изображены на стенах летнего храма Далай-ламы в Лакханге. Вы знаете, может быть сейчас немножко скучным кажется то, что мы читаем, может быть я так читаю, но как раз именно это, конечно же, мой будет ролик обязательно завершающим и итоговым в свое время, как йога во Христе. Там я уже подведу все мысли и итоги, и вы знаете, я думаю, что вот на фоне вот той информации, которую вы сейчас будете получать с первого этого ролика, вот такую может быть где-то скучную, она именно даст вам представление и более вам будет понятно мое мышление, если бы я записал свой ролик на 5 минут, просто что-то вот сказав, да, конечный свой вывод и результат, благодаря тому, что я тоже, тому, что я в свое время познавал, практиковал и так далее. Но об этом вы узнаете, я говорю, по сути, в самом последнем ролике, когда можно было ПВ-1, может быть, записать просто в ней, но я хочу, чтобы вы поняли, на чем она основывается, поэтому я сейчас вам специально, по сути, так сухо, с небольшими, где-то большими комментариями, зачитываю вот эти вот вещи, так что набирайтесь терпения, я думаю, все это будет не бесполезно. Йога и тантра. Предполагается, что практика тантризма способна изменить отношение индивидуума к социально-религиозной логической реальности. В которой он обитает. Посредством тантрической практики индивидуум осознает иллюзорную природу реальности, освобождается из оков майи и достигает мокши. Именно этот путь к мокше среди ряда других путей, предлагаемых различными традициями индуизма, связывает тантризм с такими практиками индивидуума, как медитация и социальное отречение, которые основаны на временном или постоянном удалении от социальных отношений. В ходе обучения тантрическим практикам индивидууму даются наставления в медитационных техниках, в особенности в техниках медитации на чакры. Это считается одним из видов кундалини-йоги, целью которой является помещение богини в сердечную чакру с целью медитации и поклонения. Согласно Джону Вудруфу, йога разделяется на хатха-йогу и самадхи-йогу. Последняя, в свою очередь, согласно кхиранде-самхите, бывает шести видов. Тхьяна-йога, самадхи-йога, рассанада-йога, лайя-сидхи-йога и пхати-йога и раджа-йога. Йога-ислам. Индийские йогические практики оказывали заметное влияние на развитие суфизма. Древний индийский текст по йоге Амрита-кунда «Озеро Нектары» еще в XI веке был переведен на арабский и персидский языки. В 2008 году лидеры исламского духовенства в Малайзии издали фе-дву против мусульман, занимающихся йогой. В ней утверждалось, что в йоге содержатся элементы индуистического религиозного учения. Следовательно, практика йоги для мусульман является богохульной и харамной. Мусульмане, мусульманские учителя йоги Малайзии подвергли это решение критике, расценив его как оскорбительное. В ветви разрешается практика йоги как физических упражнений, но запрещаются такие практики, как повторение мантр. Вот на это я хотел бы обратить все-таки ролик, я пишу как христианин. Вопрос мне задан был христианкой как христианину, можно ли заниматься йогой, практикой йоги, вообще йогой. Что это я так расширю вопрос Елены, а что это вообще такое, чтобы ей заниматься. Вот мы с вами, если вы заметили уже на экране, был следующий как раз будет этап, мы подобрались йогой христианства. Во свете, правда, некоего автора на свободной размещенной статье в свободной энциклопедии Википедия. Но мы с вами прочитали про йогу и ислам. И очень любопытно можем отсюда уже вынести некий урок и даже некоторые мысли о том, что же будет из христианства. Мы видим, то есть ислам тоже, он же большой, он большой, он разный, разносторонний, разно-ветвистый, разно-национальный, разно-этнический, да, в разных странах и городах находящийся. И мы видим тоже, что ислам, видимо, где-то более, не знаю, правильно ли будет назвать его в этот раз рододоксальным, или просто где-то там, неважно, какой-то, да, какие-то богословы некие, которые были далеко от Востока, так, что ли, скажем, душой и телом, возможно, да, они выпустили даже трактат, причем мы видим, все это не так давнишние события, чуть ли не догмы и положение попытались ввести, да, ислама, что недопустимо там мусульманину практиковать йогу, вообще ни в каких вариантах. И как мы видим, то есть йоги какие-то, некие йоги Востока, какой-то более восточная исламская ветвь, там, неважно, школа, просто так назовем ее, церковь по-христиански, да, где-то на другой конце света, где все это близко связано с Востоком, с практиками йоги, то они сказали, что нет, извините, мы не то, что там, да, на вас даже обижены, мы категорически против такого измышления, то есть, опять же, то есть, они, как минимум, поделили йогу на две сферы, о чем мы с вами уже говорили, что если у вас не будет интереса, я, в принципе, закончу эту серию небольшим количеством видео, разделю на практику йоги для тела, души и духа, если будет желание, разделим тогда чуть побольше, вот как там по восьмеричному пути, по восьмиступенческому пути с вами пройдем, это будет, я говорю, не любопытно, не безлюбопытно, не безинтересно, не бесполезно, я в этом убежден, и мы видим, что вот эти некие богословы мусульманские, но живущие где-то душой и телом близ йоги, так назовем, да, тоже в прямом, в телесном и не телесном виде, то они возмутились и сказали, что извините, да, это практика йоги, особенно телесная вообще, то есть, так скажем, не то, что безопасная, а даже полезная, поэтому мы, да, мусульмане, практикующие йогу, будем продолжать практиковать, но, естественно, мы не читаем мантры, то есть, и то, и лишь некую область духовного, мантры, опять, что такое мантры, опять целый, можно тут раздуть целое видео, да, и, может быть, мы так и сделаем, то есть, это, опять же, это что-то типа молитвы и не молитва, это что-то типа медитации, а в то же время мантры и медитации разные вещи, разные субстанции, разные определения, да, разные понятия, хотя кто-то их порой даже употребляет в одном и том же смысле, да, вот, то есть, мы видим, как это в мусульманстве, давайте посмотрим теперь, ну, по крайней мере, то, что мы с вами читаем на Википедии, давайте, вы видите, здесь есть такой вопрос и йога, и христианство, и, в частности, вы видите, подразделено, как всегда, еще это заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного, там немного, помните, у пророка Исаия, так у нас, йога, йога там, йога сям, йога здесь, йога в христианстве, йога в православии, йога в католичестве, и пошло-поехало, ну, давайте уж, я вам сказал, что предупредил, ролики будут большие, но зато достаточно информативные. Йога и православие. Историк религии Мирча Элеада в своем фундаментальном труде под названием «Йога, свобода и бессмертие» очень нравится мне название его труда, отметил, что между использованием православными монахами-последователями исихазма методами подготовки к аскетизму и способами молитвы, с одной стороны, и йогическими техниками, в особенности пранаямой, с другой стороны, имеется определенное сходство. Он подтверждает данное мнение и отрывками из произведений православных мыслителей. Иринея Леонского, ну, кто знает, кто-то такие, я, конечно же, знаю, как христианин, Никифора Затворника, Никодима Святогорца, Семена Нового Богослова, сам я их читал все. При этом Мирча Илиаде высказал мнение, что не следует обманываться внешним сходством этих методов с йогическими техниками, поскольку в классической индийской йоге богу, в отличие от православия, отводится относительно небольшая роль. В то же время Илиаде указал, что между исихазмом и йогой имеется достаточное феноменологическое сходство, чтобы можно было выдвинуть гипотезу о вероятном влиянии индийской мистики на исихазм. Религиовед Торчинов высказал мнение, что для утверждения о существовании генетической связи между йогой и исихазмом в настоящее время оснований не существует, однако экстаз в аскезе православия имеет очень близкое сходство с состоянием самадхииндийских традиций. Он также отметил сходство психотехнических процедур, используемых в исихазме. Задержки дыхания, особые позы, визуализация, концентрация, внимание на определенных участках своего тела. О психотехническим процедурам, используемых в йоге. В частности, Торчинов указал, что умная молитва исихазма в Господи Иисусе, Сыне Божии, помилуй нас грешных, ну или молитва Иисусова, как ее называют, является сильным универсальным психотехническим методом, аналогичным повторению великой мантры Харе Кришна. В индийском вишнуитском бхакте или повторению имени Бутта Амибхакте в амидаизме. В 2015 году в связи с провозглашением ООН Всемирного дня йоги, Священный Синод Элладской Православной Церкви выступил с заявлением, в котором назвал йогу фундаментальной частью религи индуизма, несовместимой с православной верой и жизнью христиан. То есть опять мы с вами видим, что лишь некая элладская православная церковь выступила с таким заявлением. Опять же, кто это выступил? Определенные иерархи, кучка людей, самопровозглашенных себя лидерами определенной церкви. В сборнике статей «Православный взгляд на йогу» ее составитель, священник Русской Православной Церкви Георгий Максимов, отвечая на вопрос о том, допустимо христианству заниматься йогой со ссылками на Священное Писание и на мнение рядах архипастерей поместных православных церквей, пришел к выводу о несовместимости йоги и христианства. Ну вот, опять Георгий Максимов, кто знает, кто это такой. Да, но это его лишь мнение частное. Но мы его почитали, сделаем потом определенный вывод. Йога в католичестве. Папа Римский, Франциск, в своей проповеди поставил йогу в один ряд тех вещей, которые не следует рассматривать в качестве средства обретения таинственной силы Святого Духа, способной преобразить человеческое сердце, отметив. Вы можете пройти миллион катехизаторских курсов, миллион курсов духовности, миллион курсов йоги, дзена или подобных вещей, но вся эта сила никогда не даст вам свободу быть детьми божьими. Ну, я воздержусь от комментариев этого высказывания Папы Римского. Еще бы узнать, а что даст. Вот тогда бы я сказал свой комментарий. Цель. Конечная цель йоги, наконец-то. Вы знаете, есть такая шутка. Вы знаете, есть путь самурая. Бусидо, бушидо, там эш, эш, как и в еврейском, никто не знает толком, как русскому человеку читать. Вот это вот бусидо, бушидо, как путь самурая, путь воина. Вы знаете, есть такая шутка, конечно, над этим японским мировоззрением. У самурая есть путь, но нет цели. Это действительно смешно. Ну, конечно же, защитники, апологеты японского этого мировоззрения, шаолине, там монахи, все вот это вот связанное с этим, да, с самурайством. Конечно же, там есть цель, там тоже всегда в любом народе, в любом мировоззрении. На самом деле, говорится о святости человека, о совершенстве его, о свете его, о том все самом хорошем, что должно быть. Потому что все это часть нашей природы. Но об этом я скажу, я говорю, в последнем своем видео, когда буду заканчивать вот этот цикл этих видео. Сейчас так вам кое-что накидываю. Давайте почитаем о цели йоги, да. Хотя, как мы видим, это уже опять такой некий гибрид мнения сейчас автора. Потому что мы видим с вами, что даже сказать однозначно, цель йоги невозможна. Потому что невозможно, и потому что йога не одна, так скажем, да. Конечная цель йоги может быть совершенно разной. Ну, в принципе, да, он с этого и начал. Здесь он так и говорит. От улучшения физиологического здоровья, йога-терапии и до достижения Мокши. В монистических школах адвайта-винданты и шиваизме конечной целью практики йоги является Мокша. Освобождение от круговорота рождения смерти сансары и всех страданий материального существования посредством осознания своего единственного, как атмана с брахманом Шивы. В школах пхакти-вайшнавизма сама пхакти или любовная преданность служения Богу является конечной целью практики йоги. В гайдия вайшнавизме одним из основных направлений вайшнавизма высшей формы пхакти выступает према-пхакти или чистая любовь к Богу. Вы обращаете внимание на все, что я читаю, вот эти слова особенно, да. Чистая любовь к Богу, любовное преданное служение Богу. Видите, цели какие. Телесное, естественно, освобождение от страданий и мучений, от бесконечных перерождений. Но я хочу обратить внимание, конечно же, вот на эти. Чистая любовь к Богу, любовное преданное служение Богу. При условии, что, в принципе, кто знает, я говорю, йога, как вообще Восток и восточное учение в основной своей массе, Бога в том понимании, как его исповедуют. Возьмите иудейство, единого Бога, в который верует. Ислам тот же самый возьмите. Возьмите христианство, да. Они все исповедуют, в принципе, личностного, индивидуального Бога по образу и подобию, которого мы все с вами сотворены. Это действительно все вот эти три мировые религии. Индуизм, иудаизм, иудеи, ислам и христианство. Но, по сути, понятно, что корни ислама и христианства это, в любом случае, из Ветхого Завета идут, так скажем, из иудаизма, можно так сказать, да. Вот, то, конечно же, буддизм, Восток, почти вот так его назовем одним общим словом, это все вот это, йога, индуизм, буддизм, да, кришнаизм, да, асизм, они, мягко скажем, если мы, видите, мы сегодня в это сильно не углубляемся, но я вам общими же словами говорю, как такового личностного Бога, тем более во плоти, они не исповедуют. Ну, во плоти, конечно, ислам с иудаизмом не исповедуют, то к христианству, и то не все его направления, да, то в йоге мы такого вообще не увидим. Поэтому вот эти, конечно же, слова, да, служение Богу, любовь к Богу, надо понимать, что, и смотреть на них, вот даже я, как христианин, читаю, я понимаю, что я должен вникнуть и понять, а что они имеют в виду, какого Бога они любят, что для них Бог или кто для них Бог. Но с этим мы с вами будем разбираться, естественно, в последующих видео. Сейчас я только обращаю внимание. В вайшнавизме, достигнув совершенства в хапте йоги, вайшнав отправляется в духовный мир и наслаждается там блаженным служением Вишнам в одной из его форм. Травматизм. Некоторые люди, практикующие йогу, могут получить физические травмы, аналогичные спортивным травмам. Опрос, проведенный среди практикующих йогу в Австралии, показал, что порядка 20% практикующих получали физические травмы в результате занятий йогой. В течение предшествующих 12 месяцев 4,6% опрошенных получили травму, которая вызвала продолжительные боли или потребовала медицинской помощи. Стойки на голове и плечах, позы лотоса и полу лотоса, наклоны вперед и назад, стойки на руках послужили причиной наибольшего количества травм. Среди главных причин, вызывающих негативные последствия, эксперты приводят дух соперничества, новичков и недостаточную квалификацию инструкторов. Поскольку потребность в курсах йоги растет, многие люди часто получают сертификаты инструкторов йоги после недостаточного обучения. Не каждый новый сертифицированный инструктор может оценивать состояние каждого нового ученика, на своем курсе рекомендовать воздержаться от определенных поз или использовать соответствующие опоры, чтобы избежать травм. В свою очередь, начинающий ученик курса йоги может приоценить возможности в свое тело и стремиться выполнить сложные позы, прежде чем его тело достает. Достаточно гибко или сильно для их выполнения. Вращение шеи в момент ее растягивания может вызывать повреждения позвоночных артерий, которые снабжают кровью головной мозг. Хотя это может происходить в различных ситуациях, тем не менее, это событие может быть результатом практики йоги. Данное заболевание является очень серьезным и может вызвать инсульт. Кроме того, по некоторым данным, разрывы суставной губы, тазобедренного сустава, а также травмы тазобедренных костей могут являться результатом посещения курсов йоги. Я считаю, вот такое вот хорошее предупреждение именно о физической практике йоги, о физических упражнениях. Даже прибавить-убавить сегодня мне нечего. В принципе, это видео мы с вами заканчиваем. Я надеюсь, вам было интересно. С какими-то общими понятиями мы с вами познакомились. Я для вас все это зачитал. С какими-то небольшими своими комментариями. Ну и получается, как хорошо, что мы закончили на этих физических предупреждениях, практике вот этих физических упражнений. В принципе, в следующем ролике мы с вами к ним и переходим. То есть начнем с более грубой материи, с тела. И я говорю, я еще посмотрю ваши комментарии. Если я говорю, изъявите желание, тогда мы пойдем по восьмеричному пути. Я считаю, это было бы хорошо. Но я говорю, если никакой реакции это видео не вызвать, никому особо неинтересно будет, то я в принципе разделю на грубые три деления дух, душа и тела. Снизу вверх пройдемся и на этом закончим. Если будет интересно к более глубоким познаниям, в частности, восьмеричный путь, как, так скажем, действительно хороший такой скелет для будущих видео, такой распорядок, я считаю, было бы неплохо по нему пройтись. Я о нем как-то говорил, и мы могли бы действительно достаточно более подробно по нему пройтись и разобраться. Ну все, на этом у меня все. Кому есть что прибавить или желает убавить, от моих слов я где-то ошибся. Пожалуйста, я в комментариях, в личных сообщениях или при личных беседах в онлайне или в оффлайне всегда готов все обсудить, поговорить. Кто меня с чем-то дополнит, поправит, пожалуйста, я всегда рад приветствовать. Конструктивный критик всегда приветствую сюда. Я же в эти, особенно, конечно, я все тоже знать не могу, да. Вот. Все, я прощаюсь с вами. Всех по-братски целую, обнимаю. Всем желаю всего доброго и светлого во вся сфере вашей жизни. Кому нравятся мои ролики, делитесь ими, ставьте лайки. У кого есть еще вопросы о югизме по христианстве, кому нравится моя подача, то делитесь, я говорю, несите людям свет и благо, если вы таковым считаете мое творчество, мое проповедь, мое служение. Все, пока-пока. До встречи в следующих роликах. Субтитры создавал DimaTorzok